Я по этому поводу думаю, чего они плановые ремонты в средней зимы проводят. Если труба рвет, сам неподходящий момент. Слава Богу, что праздник провели. И все. Чего еще, ребята? Как справляетесь? У меня запас, я одна живу, мне проще. А вот как те, у кого дети в школу ходят, в садик ходят, не знаю. Большинство молодых не держат запасы воды. Это мы приучены, я уже 42 года здесь живу. Вода всегда есть. Или даже замороженная в гараже. Плохо, очень. А как справляетесь? Ну как, запасы немножечко есть старые, поэтому хотя бы, извините, в туалет что-то можно. А так, ладно, вот сейчас крещение было, воды набрали, хоть пить. Есть немножко в бутылочках такая. А так, не знаю, надолго ли это, выдержим ли мы этого. Съездил на ливатор, с колонки привез. И нет воды. И не будет пока. И не будет, не знаю, когда. Авария, что ли, большая? Ну, где-то 700 ковов может быть. А как вы в целом справляетесь с этой ситуацией? Я думаю, скоро будут завозить. Эту проблему решают элементарно. Может быть, завезут. Не знаю, это 100%. Я так думаю, люди тоже бедствуют. А пока для питья берут в магазинах и в колонках. Так что проблема-то есть всегда. Но я думаю, она решаемая. Я в седьмом микрорайоне живу. Вот сейчас только воды не было. А как вы справляетесь с этой проблемой? Как справляемся? У нас дома никому не относятся. Ну, а может быть, закупаетесь водой? Где-то ее берете? Берем. Где? Как где? Святой источник у нас в церкви. Вот так вот. Ничего, воду покупаю. Ладно. Вообще, что думаете по этому поводу? Не знаю. С водой вот купили молока. А вообще, что думаете на этот счет? Я думаю, ничего. Я не думаю. У нас очень часто бывают аварии. Ничего мы не думаем. А как справляетесь с ситуацией? Ну, мы живем вдвоем. У нас проблем меньше всего. Потому что ведро всегда в запасе есть. Потому что уже мы в годах. Ну, пока обходимся.